Доброго времени суток! В эфире национального канала программа «Проспект весна», где всегда тепло и солнечно. В нашей передаче мы поднимаем самые актуальные вопросы и говорим на главные темы, которые беспокоят общество. Сегодня речь пойдет о том, насколько важно вскармливание грудным молоком и узнаем, как в эти выходные стать обладателем седьмого айфона от Национального художественного музея. Все это впереди. Итак, мы начинаем. В начале жизни каждый из нас получил грудное вскармливание в полном объеме. Это основа иммунитета. Ни одна даже самая дорогая смесь по составу не повторяет грудное молоко даже на 10%. Об этом и не только. Абсолютно все, пожалуй, знает наша гостья Екатерина Поскачина, консультант по грудному вскармливанию и лайф-тренер. Сегодня Катя у нас в студии с своим сыном Иваном. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Здравствуйте! Катя, ну, привет, Ваня! Катя, расскажи, как ты стала консультантом по грудному вскармливанию? Вот мы везде слышим консультанты по питанию, консультанты по мейкапу и так далее, да? А вот по грудному вскармливанию я впервые, я слышу впервые, например. Да, действительно. Ване сейчас 6 лет, и около 6 лет назад передо мной стала такая проблема. Как кормить грудью? Казалось бы, очень просто. Дал грудь, ребенок кушает, и все в порядке. Но, оказывается, не всегда все идет по плану, и все замечательно. Особенно, когда вокруг очень много советов, и каждый говорит по-своему. И у меня возникли проблемы. В интернете я нашла активных мам, у которых были тоже своего рода проблемы с грудным вскармливанием. И мы искали по нашему городу помощи. Мы искали ее в поликлиниках, мы искали ее в роддоме, везде, где только можно, но не нашли. И тогда при поддержке правительства нас обучили, и мы стали консультантами по грудному вскармливанию. Те, кто захотел. Конечно же, 6 лет назад это произошло. До сих пор я консультирую. На самом деле, я оставила свою работу, свою должность. Я поняла, что там есть очень много специалистов, которые справятся, возможно, лучше меня. Но в грудном вскармливании нет никого, кто мог бы помочь женщинам. Действительно, правильными советами. И начался мой путь по помощи. Ну вот ты говорила, что очень много звонков поступают, очень много мамочек, да, тебе написывают постоянно какие-то... Вот с какой проблемой чаще всего сталкиваются девушки, женщины, кормящие мамы? Самая частая проблема, с которой ко мне обращаются, это лактостаз. Это состояние в груди, когда грудь набухает, она становится грубой. Идет большой придок молока. Это очень больно. Женщина не знает, что делать. Она спрашивает у мамы, спрашивает у бабушки, ищет помощи в интернете. Или у врача, у которого нет специализации на эту тему. И ей дают советы просто из жизни. Да, как вот бабушка раньше делала, как, наверное, стоит сделать. То есть примерные советы. И самый частый совет, он же самый страшный, это делать массаж груди. До сих пор у нас многие люди, особенно наши бабушки и мамы, советуют разминать грудь силой. Они прям так и говорят, да слез это делайте, нам так делали. Но вы знаете, наука не стоит на месте, медицина в том числе. И уже давно известно, что массаж на груди приводит к множественным гематомам. И в старости это может вызвать мастопатию груди. Это серьезные заболевания. Очень страшные последствия. Очень страшные последствия. Ну и как таковой массаж, он не помогает избавиться. Он просто рвет все, что находится в груди, и проблема перерастает в другую проблему. То есть лактостаз уходит, становится другой проблемой. Но ведь побороть лактостаз, вот это вот набухание груди, очень легко можно просто, приложив ребенка к груди. Достаточно часто прикладывать ребенка. Если ребенок не хочет, то сцеживать молоко, и проблема сама уходит. То есть никакие массажи, ни в коем случае никакой спиртовой компресс, потому что спирт попадает ребенку, разрушает клетки головного мозга моментально. Ну и в любом случае спирт сжигает все, что есть в груди. Конечно же, и грудь больше не может производить молоко. Все это я узнала благодаря образованию в этой специальности, и за что я очень благодарна своему жизненному опыту, потому что если бы в свое время я не столкнулась с этими проблемами, сейчас я бы не могла помогать, я бы не знала этого ничего, и не видела бы столько улыбок и счастья на лицах женщин после консультации и после этой помощи. Ну я вот сейчас очень много слышу таких отзывов от молодых мам, что сколько вообще нужно, необходимо ребенку, сколько по времени его необходимо кормить грудью, грудным молоком. Сейчас современные мамы, они вот поскорее бы от этого дела отказаться. Кто-то полгода планирует вскармливать ребенка, кто-то год. Есть какая-то необходимая доза? Вообще консультанты по грудному вскармливанию рекомендуют кормить детей минимум до двух лет, потому что до двух лет активно, очень активно формируются клетки головного мозга, и в молоке есть все вещества, которые помогают ребенку максимально быстро дозреть, очень легко войти и адаптироваться к нашему миру. Как вы уже сказали, даже самая дорогая смесь, она даже на 10% не повторяет по составу грудное молоко. И есть один такой большой миф, что грудное молоко может быть разным. Оно у всех женщин одинаковое по составу. Разное лишь иммунитет, который мы передаем. И очень полезное. Но если вдруг мама по какой-то причине решила, может быть, жизненные обстоятельства, и ей нужно выходить на работу, то, конечно же, до скольки кормить выбирает только мама. Но по факту грудное молоко никогда не становится неполезным, неправильным или пустым. Оно всегда несет в себе витамины, иммунитет, питательные вещества для наших детей. Угу. Так. Катя, вот ты также специализируешься как лайф-тренер. Что это значит? Что это такое? Да, это значит такой, значит, воспитатель-помощник по воспитанию детей. Грудное вскармливание очень тесно связано с воспитанием детей. Потому что если мамочка будет делать что-то неправильно со своим ребенком, например, ругаться на него, да, кричать на него, или же не брать его на руки, когда он просит ее, то ребенок будет отказываться от груди. По любой причине, когда ребенок, когда мама обижает ребенка, ребенок отказывается от груди, давая ей понять, что я не хочу, мам, ты меня обидела. Но нам этого не видно, потому что ребенок, он не говорит, он лежит и умеет только плакать. И обо всем мы можем только додумываться, да? Вот. И очень важно воспитывать наших детей в любви и доброте. Потому что есть очень простой принцип, который, можно сказать, прямо сейчас, и он будет работать без каких-либо объяснений. Дети – наше зеркало. Чему мы их учим, то они нам и отдают. И любое поведение ребенка, как бы он себя ни вел, это все проекция нашего воспитания. То есть, если человек воспитывает ребенка в любви, заботе, всегда помогает ребенку, ухаживает за ним, да, то и ребенок будет отвечать нам тем же. Обязательно. Ну вот, не отходя от темы воспитания, да, я знаю, что вы с Ваней, со своим сыном, недавно открыли даже канал на Ютубе, да? Да, действительно. Ага, вот несколько слов. Что за канал, Катя, ты вот коротко объясни, потом мы у Вани спросим. Хорошо. Наш канал на канале Ютуб называется «Молния Иван». Его можно прямо так и найти. Так. Набрать в поисковике, и выйдет наш канал. Вообще он был создан изначально по моей задумке, для того, чтобы помочь Ване развить речь. Да? Он у нас раньше стеснялся. Он стеснялся камер, стеснялся фотоаппарата, когда было много людей, и мы понимали, что это такие барьеры. Легко не будет потом ребенку с такими стеснениями. И были проблемы с речью, да, плохое произношение. Угу. И что же делать? Думаю, а что если снимать его? Детям очень нравится смотреть на себя, быть героями каких-то передач. Им очень нравится, когда... Когда тебя смотрят дети, когда все яркое, красивое, когда вы играете. И тогда мы начали играть на камеру. Угу. И снимать это. Ваня, Ваня, расскажи, что ты делаешь на канале. Я там играю, учусь. Угу. Готовлю. А кто тебя снимает? Папа. Папа снимает? Угу. А тебе нравится? Нравится. Угу. А ты что-то объясняешь, что-то говоришь? Да. Ага. А что ты говоришь? Наша любимая фраза говорит. Всем привет! Да? Давай скажем так. Давай. Раз, два, три. Всем привет! Ну, я думаю, только по этой фразе можно уже узнать молнию Ивана, да? Да. Катя, я знаю, что вы, семья, очень творческая, музыкальная. Расскажи, у вас и папа музыкант, и ты нам известна, да? Я думаю, многие телезрители узнали тебя как вокалистку рок-группы. Да, у нас есть своя кавер-группа, она называется «Звуки». Мы собрались, чтобы петь, чтобы выступать, чтобы играть. Это такое, скажем, хобби, это порыв души. Когда нету задачи, знаете, выпускать грамп-пластинки, участвовать в чартах международных, но очень хочется. Это наше хобби, которое приносит нам большое удовольствие. Я говорю про весь коллектив, да? С нами в коллективе мужской вокал – это Леонид Ансиферов и другие замечательные музыканты. У нас достаточно распространенный такой репертуар, это обязательно хиты, песни, которые любят все. Когда ты их начинаешь петь, люди начинают улыбаться, смеяться, танцевать. Получаешь от этого незабываемое впечатление и заряд положительных эмоций на очень долгое время. Это такая магия песни. Нам известно, что вы всей семьей придерживаетесь здорового образа жизни, спорта, да? Да. Да, мы с мужем занимаемся любительски скалолазанием. Мы ходим на скалодром и ездим на Иланку. Вот, Ванюша у нас занимается в саду, спортом. Пока скалолазание его не привлекает. Но очень серьезный спорт и тяжело. Вот, мы любим, естественно, здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек, каких-либо ни было, да? И это здоровое питание. Катя, мы ждем тебя обязательно еще в гости. На разные темы с тобой можно разговаривать. Обязательно приходи, у нас рекламная пауза. Приветствуем вас на главном национальном канале. В эфире программа «Проспект весна». Весна, май – это, пожалуй, именно то время, когда начинается сезон шашлыков, активного отдыха, выездов и вылазок на природу. Незаграмми и долгожданное лето. За палатками, надувными батрасами и принадлежностями для охоты и рыбалки, что немаловажно, мы рекомендуем вам отправиться в Хозмаркет. Посмотрим материал. Добрый день, дорогие наши покупатели. Сеть магазинов Хозмаркет поздравляет вас с майскими праздниками. Май – это месяц, который создан для выезда на природу с друзьями и родными. В нашем магазине в большом ассортименте представлены шампуры от деревянных до мангалов различного размера. Также решетка-гриль. Вы можете у нас приобрести корзинки для пикника, а также раскладные стулья и столы. А также представлены товары для всей семьи, для отдыха и туризма. Спальные мешки от маленького до большого размера. Из натурального и искусственного мехов, рюкзаки для города и похода, одноместные и двухместные палатки, надувные матрасы, комплекты посуды для пикника из стали и пластмассы, отечественные фонарики, наборы для барбекю и многое другое. Все товары собраны в одном разделе магазина «Хозмаркет», поэтому вам не надо бегать и искать все эти нужные вещи по всему городу. Мы также не забыли об охотниках и рыбаках. На полках нашего магазина есть все для охоты, приспособления, экипировка, снаряжение. В большом ассортименте представлены рыболовные снасти, одежда для рыбаков и лодки. Лодки одноместные и двухместные, а для любителей экстрима спасательные жилеты, мужские костюмы для охоты от мала до велика, болотные сапоги разных моделей. А для любителей рыбалки магазин «Хозмаркет» предлагает удочки, снасти и все для рыбалки. Приходите, выбирайте и удачной охоты, приятного отдыха. Мы всегда рады видеть вас в нашем магазине. Желаем вам удачных покупок и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин В эту субботу, 20 мая, на главной площади нашей республики все музеи Якутии устраивают для горожан и гостей столицы музейный пикник. Вот под таким названием пройдет мероприятие. Вас ждут помимо праздничного концерта, бесплатные мастер-классы, различные игры, ну и, конечно же, как я говорила в начале, розыгрыш айфона 7-го от Национального художественного музея. Как это сделать и обо всем другом нам сегодня расскажут наши гости. Я рада представить вам Сардану Посельскую, руководителя научно-просветительского отдела Национального художественного музея. И вы видите на противоположной скамейке Татьяну Татаринову, заведующей картиной галереи, академик Афанасия Осипова. Татьяна у нас сейчас занимается вместе с первым гостем Иваном. Делают у нас, рисуют небольшой презент, так скажем, да, какой мы увидим чуть позже. Сардана, ну почему такое название музейный пикник? Откуда? Откуда? Что ожидается? Как вы уже говорили, 20 мая состоится праздничная акция музейный пикник 14 в рамках Международного дня музеев. 18 мая все музеи мира празднуют свой профессиональный праздник. И в этом году впервые Государственный музей Республики, который находится в городе Якутске, но я организаторов назову, это Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, Национальный художественный музей Якутии, Музей археологии и этнографии СВФУ, Литературный музей имени Аюнского, Музей музыки и фольклора народов Якутии, Музей и Центр хамуса народов мира и Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского. Все государственные музеи Республики, ну, скажем, крупнейшие музеи объединились для сотворчества. Это будет синергия творчества. И тем самым мы предоставляем горожанам и гостям столицы соприкоснуться с творчеством, да, К прекрасному. К прекрасному. Наших гостей ждут интересные бесплатные мастер-классы. Площадь будет разделена на несколько зон, будет общая экспозиция и собрание крупнейших музеев Республики, приуроченное Году экологию в Российской Федерации. В России будет детская игровая зона, где будут проходить игры народов Севера, подвижные игры, а также игры народов мира, настольные игры. В зоне мастер-классов будет проводиться Национальный художественный музей, проведет мастер-класс по живописи, по эстампу, будет рисунок на асфальте, а также все желающие могут участвовать в мастер-классах по лоскутному шитью, по изготовлению якутских сувениров, по изготовлению ободка из ткани, а также будут мастер-классы по игре на хамусе и гитаре. Будет автограф-сессия якутских писателей, и также будет для маленьких детей, ну, не только для маленьких, но для детей разных возрастов, археологическая раскопка. Будет очень интересно. Также в этот день состоится ежегодная премия главы Республики Саха-Якутия имени профессора-мецената Михаила Федоровича Габышева в области музейного дела, где будут отмечены лучшие музеи Якутии, а также сотрудники музеев по итогам года. Будет отдельно концертный блок. Концерт начнется с двух часов, и начнут дети, учащиеся в средней школе номер один. Будут выступать воспитанники театральной студии «Этюд» Национального художественного музея. Будет концерт коренных малочисленных народов Севера, где будут выступать фольклорные ансамбли. Будет эстрадный концерт, где будут выступать известные артисты нашей Республики. И концерт завершат «Илхамус». И наше мероприятие завершится танцем «Мира Асухая». И всем телезрителям мы напоминаем о розыгрыше iPhone 7 от постоянных спонсоров нашего музея. Это семья Очеряевых. Раньше они тоже выставляли призы. И для этого у вас еще есть время сходить в Национальный художественный музей и его филиалы в городе Якутске. И розыгрыш состоится только среди присутствующих. По входным билетам, да? Да, 20 мая на площади Ленина. А также будут проводиться розыгрыши произведения якутских художников. Отлично. От молода-велика всех ждут 20 мая на площади Ленина. Я хочу сейчас присоединиться к Татьяне. К Татьяне с Иваном, которые у нас... Что здесь изображают? Расскажите, Татьяна. Что это? Так, это мини-вариант того, что мы будем делать на главной площади 20 мая. Мы подготовили большой холст размером человеческого роста и шириной где-то 3 метра. Это очень большой масштабный проект, будет красивый, где дети будут рисовать. Это вот примерно такой вот. Мы подготовим, конечно, основу. И самое интересное то, что не только дети, но и взрослые могут подойти и попробовать себя художниками. Вот как Ваня сейчас нам демонстрирует, да, цветочки. Он научился рисовать цветочки, бабочки. Ну вот такая же картина будет стоять, да, только большого размера. Да, самое интересное то, что мы подготовили вот здесь слово «Я люблю музей». Мы их потом с Ваней сейчас закончим, покажем. Так, а во время мастер-класса что можно будет научиться, чему можно будет научиться рисовать? Ну, основы рисования, естественно, да, и смешивать краски будем. Мы подготовили акриловые краски. Эта краска тоже, ну, довольно-таки капризная, но можно научиться. Смешивание краски тоже очень, да, интересно будет. И, естественно, наложение краски на холст. Как, да, как сделать так, чтобы не оставалось следов от кисточки. Ну, такие основные приемы хитрости, можно сказать. Но Ване вот у нас 6 лет, и он уже отлично справляется, да? Да. Ага, поэтому мы приглашаем всех обязательно присоединиться. Что-то нужно при себе иметь? Нет, ничего не нужно, потому что 20 мая, да, музейный пикник, она проходит, да, прям на площади Ленина, доступно всем. И проходящий мимо человек даже может подойти и попробовать себя в искусстве, да? Идущий человек мимо, да, площади Ленина, идущий на работу, может заляпаться в краске. Ну, мы постараемся, конечно, чтобы не заляпались. Мы предусмотрели уже на эту тему, да, защитные... Даже, да? Перчатки, плащ, чтобы, да, одежду не замарать. Ну, холстов на всех хватит? Ну, один большой холст, естественно, да, хватит всем. Цветочков очень, да, места много для цветов и для всего остального. Хорошо, мы обязательно приглашаем всех 20 мая на площадь Ленина. Да, Сардана, давайте пригласим еще раз. Дорогие жители и гости столицы, мы всех вас приглашаем 20 мая на главную площадь республики, на площадь Ленина. И наша акция «Музейный пикник-14» призвана создать имидж музеев как центра в протяжении людей, нуждающихся в новых знаниях, впечатлениях, в общении. Приглашаем всех, ждем каждого. Я присоединяюсь ко всем вашим словам, благодарю всех наших сегодняшних гостей. До встречи на нашем канале на проспекте Весна, где всегда тепло, уютно, солнечно и интересно. Оставайтесь на нашем канале. До новых встреч!